Как выстраивать человеческие отношения? Если не будет кого-то, кого ты обогнала. Не надо. Можно выстраивать границу между домашним и обучающим общением, а также сохранить безопасное пространство внутри семьи. В этом эпизоде вы услышите истории пяти наших героинь. Истории дочери тренера по теннису, дочери преподавателя университета, мамы преподавательницы Изо и дочки, которая у нее учится, а еще девушки, чья мама работала преподавательницей в музыкальной школе. Комментировать их истории будет педагог Дима Зитцер. История первая. Марина и папа тренер по теннису. Марине 23 года. Она из Москвы. Работает методистом в сфере дополнительного образования и профессионального обучения. Я училась в третьем классе, мне было 9 лет, и мой отец решил, что самое время выпихнуть меня на корт. Это не было ее осознанным решением, так просто решили родители. Отец Марины 30 лет, работает тренером по теннису, а до этого он был военнослужащим в военно-морском флоте. И, конечно, у него были завышенные требования к ней. Да, родная дочь должна выигрывать там все соревнования, которые есть, родная дочь должна там быть ведущей во всех. С учетом того, что у меня там не супер там классная физическая конституция, то я просто так не умею. Он сказал, что для дочери никаких поблажек не будет. Заставлял ее вести разминку за него, первой начинать упражнения и бегать штрафные три круга. Ну, то есть это начиналось с такого и заканчивалось с того, что вот там зимний турнир ты должна выиграть. У нас просто дома, если можно сказать так, заведено вот это, ну, то есть моими родителями вот это вот стремление к идеалу. И поэтому у меня вот эта вся жизнь построена на вот этом стремлении к идеалу. И в конце концов это привело Марину к нервному срыву. Я не успевала за теми детьми, которые справляются со всеми упражнениями быстрее меня. Я, в принципе, как бы не догоняла эту группу. Мне было страшно, мне было страшно провалиться. Я буквально пришла на тренировку в слезах, что я ничего не могу и так далее. И он сказал, что типа не надо тут меня позорить и ходить на тренировки в слезах, ты никуда не пойдешь. Мама Марины с самого детства упрекала ее за лишний вес. У меня спросила моя любимая мама, которая просто типа наверное лет шести постоянно мне там типа говорит, что я бегемот, что я страшная, что я жирная, что меня никто никогда не полюбит, что вообще, что я там не знаю, что я умру от ожирения и так далее. Вот ты умрешь от ожирения, вот там типа ты все самый ужасный ужас. И поэтому моя мама очень много лет мне это говорила. И в 13 лет у меня началось РПП. Типа я просто сначала худела, 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 а потом у меня началась булимия. Если в 9 лет Марина согласилась пойти на корт под давлением родителей, пытаясь получить их внимание, то в подростковом возрасте у нее началось РПП. И она пошла на корт, чтобы сбросить вес. Кстати, если вы хотите побольше узнать про то, как девушки прибегают к нездоровым методам похудения, слушайте наш третий эпизод подкаста. Ссылку на него мы оставим в описании к этому эпизоду. У меня была другая цель. У меня было РПП, и я пыталась найти себе способ физической нагрузки, чтобы максимально скинуть вес. Я не нашла ничего лучше, чем пойти на корт к отцу. В 11 классе, когда Марина справилась с РПП, она ушла из тенниса. Но когда пришла пора искать работу, самой очевидной опцией было пойти к отцу, потому что особого призвания у нее не было. Отец Марина зарабатывал много денег, и это сыграло решающую роль. Однако, когда она пришла на корт, он начал откровенно над ней издеваться. Просто мой отец откровенно смеялся надо мной, как человеком, который пришел самостоятельно и сказал, типа, слушай, давай я буду тебе помогать на корте, давай я буду учиться, давай я выучусь. Марина понимала, что отцу будет нужно оставить на кого-то бизнес, и желательно, чтобы это был свой человек. Она подумала, что если будет ему полезно, он будет хорошо к ней относиться. То есть я в конце концов могу кем-то стать полезным в твоей жизни. Но то, что он такой, ну окей, да, ладно, давай. Ну просто, типа, обсуждать меня, как человека, как родную дочь, со всеми возможными, там, администрацией кортов, со всеми другими тренерами, откровенно надо мной смеяться, что вот она ничего не умеет, что вот она жирная и страшная, вот она ничего не добьется и так далее. В какой-то момент ее тело не выдержало, и она ушла с корта со сломанной психикой и сломанной ногой. Я ушла из тенниса очень красиво. Я сломала ногу на корте, потому что я 4 часа стояла на корте, и в какой-то момент просто, типа, видимо, ноги не выдержали, вот. И просто обратно возвращаться страшно, потому что именно физический страх остался перед кортом. Марина рассказала, что поделилась этой историей с нами, чтобы показать всем, что так к своим детям относиться нельзя. Во-первых, нельзя так относиться к детям, нельзя так относиться ни к кому. Это просто, типа, никто не заслужил вот этого вот, вот этого всего. Первое. А второе, я своих родителей воспринимаю как, ну, типа, полный просто адовый пи***, который просто никогда никому не пожелаешь. То есть я понимаю, что есть там родители хуже, есть там ещё так далее. Но просто это такой набор абсурда, что просто это, я не знаю, донести до всех инстанций, донести до всех родителей, которые в мире существуют, чтобы так к детям никогда не относиться. Мы поговорили с педагогом Димой Зицером о том, что может быть причиной подобного поведения отца Марины. Он подчеркнул, что, возможно, это его способ реализации себя. Я думаю, что это в первую очередь начинается с понимания себя вообще, из того, что я делаю, зачем я это делаю и так далее. Ну, а дальше там прицепом идёт всё то, что ты сказала. Если у меня не разрулен этот пункт и у меня нет собственного понимания о том, как я реализовываюсь, ну, понятное дело, что я буду реализовываться за счёт тебя, в частности. Потому что то, что рядом лежало, значит, за счёт того я реализовываюсь. Валяй золотую медаль, будь отличницей или ещё хуже. Не важно, будь отличницей или нет, будь лучше других. То есть, живи не сама по себе, а живи, как я. Да, меня нет, если я не могу кого-то унизить. Ну, я огрубляюсь сейчас очень. И тебя, доченька, не будет, если не будет кого-то, кого ты обогнала. Жалко. История вторая. Анна и отец-преподаватель в университете. Анне 28 лет. Живёт в Челябинске. Работает в диджитал-агентстве. Анне всегда была интересна журналистика. И она хотела писать тексты. Когда она выбирала специальность для поступления, выбирала между тем, чтобы идти на искусствоведение, которое вела мама, и журналистикой, которую вёл папа. Несмотря на то, что отношения с мамой были лучше, поступила она на журфак. Заняла одно из первых бюджетных мест и отлично сдала экзамены. Однако из-за фамильярного отношения отца к Анне ей было очень дискомфортно. Все девочки, мальчики, которые хотели попасть на бюджетные места, но не попали, почему-то решили, что раз я чья-то дочь, что меня там условно взяли по блату, они относились ко мне не очень хорошо. У меня были друзья, и всё было в целом классно. Но так как отец вёл себя достаточно понебратски и всем своим видом давал понять, что мы с ним родственники, мне было достаточно сложно. И даже на первых курсах, когда пар еще не было общих. Когда он начал вести пары у нас, то мне очень быстро стало за него стыдно, потому что, к сожалению, он вёл пары совершенно непрофессионально. Когда прошло 2-3 семестра, однокурсники поняли, что она действительно хорошо учится и заслуживает своё место на факультете. А вот с преподавателями всё было сложнее. С преподавателями всё было чуть сложнее, потому что для них я всё равно была в первую очередь дочкой вот такого-то препода. И они, естественно, от меня ждали. Кто-то большего, кто-то меньшего, кто-то, наоборот, относился с лёгким пренебрежением, потому что у моего отца репутация была так себе. Для меня было шоком вспомнить о том, что он вёл журналистскую этику, то есть человек, который вёл этику, был максимально неэтичен вообще ко всем вокруг. Он нарушал субординацию со мной, он странно общался со всеми студентами, и большинство людей, которые учились, например, на курсы старшей или младшей, с которыми я продолжала общаться, отзывались о нём исключительно нелестно, так скажем. На работе он вёл себя так же, как и дома. И в конечном итоге это отразилось на личных отношениях. Между взаимоотношениями дома и в университете у нас практически не было разницы, потому что в один момент, по независимым от совместной учёбы и работы обстоятельствам, мы перестали общаться. У нас назрел очень большой конфликт, и в конечном итоге отец ушёл из дома, и мы перестали общаться в принципе. Я знаю, что он звонил несколько раз моей маме, но я предпочитаю с ним больше не пересекаться, потому что я не могу сказать, что он сделал учёбу в университете какой-то ужасной, но изначально, когда я была маленьким ребёнком, я была бесконечно гордой за то, что мои родители такие интеллигентные, такие умные, такие потрясающие. И естественно, когда я увидела то, как он себя ведёт в университете, это всё разрушилось, и вместо истории о гордости это стало какой-то историей о разочаровании. История 3. Мама-педагог топ-образование и её дочь. Клавдия, 31 год. Педагог в частной детской застудии в Тюмени. Надя, 7 лет. Дочь Клавдии. Учится в её студии. Мы решили поговорить с матерью и её ребёнком, чтобы понять, как выглядят детско-преподавательские отношения с обеих сторон. Сейчас Надя нам расскажет про свои ощущения от того, что её мама – её преподаватель. Она работает в своей частной студии, и она меня учит рисованию. Мне нравится. Вот она учит детей рисованию в таком вот стиле «Мазками», вот в котором была написана картина «Звёздная ночь». Имеется в виду картина Ван Гога. И когда я узнала «А, абстракция», я просто рисовала всякую непонятную мазь и говорила «Это абстракция! Это абстракция!» Вот так Надя отвечает на вопрос, разговаривает ли с ней мама об искусстве только в студии или ещё и дома. В разное время мы разговариваем по-разному, но как и дома, так и в студии. Кстати, это моя личная комнатка в студии, где я иногда ночую с мамой. Мы иногда так запаханы работой. А тут Надя рассказывает, есть ли разница между мамой в студии и дома. Ну, немножко разная. Моя мама на уроках – это человек, который вот как бы такой «Ну ладно, что есть, то есть, что хотите рисовать, то и будет». Мама дома – это самый добрый человек в мире, который вот такой. Вот наше общение, примерно, дома выглядит вот так. «Мам, вот это вот, мам, мам, вот можешь сделать мне вот бутерброд с шоколадной пастой? Скажи лучше в ней слово, ты его забыла сказать. Пожалуйста». «Хорошо». Вот так вот наше общение примерно выглядит. Очень интересно было послушать ответ Наде на вопрос, чего для неё хочет её мама. Ну, как я понимаю, она просто хочет, чтобы я жила сейчас. А во-вторых, чтобы я просто то хотела иметь, то и имела. Чтобы я вот не имела плохую жизнь, а имела нормаль. Закончив интервьюировать Надю, я расспросила Клавдию про её дочь. Надя рисует очень много. Она в целом творческий ребёнок, и у неё есть способности, ей как-то и предрасположенности есть, и, видимо, черты характера как-то так раскрылись. Она рисует очень много, буквально целыми днями. И вот к чему я ещё говорю, потому что я видела очень много детей, и если условно так поделить детей на категории удобности, с кем легче работать, с кем сложнее, то Надя бы моя, если бы она была обычным учеником, я бы её отнесла к категории самых сложных учеников. С самого детства она никогда не позволяет ей что-то показывать, подсказывать. В принципе, она сама только, наверное, лет с пяти попросилась ко мне на уроки, до этого отказывалась. И у неё есть такая коронная фраза, если я что-то, вот она дома рисует, и я что-то там пройду, и ей что-то подскажу, она всегда разворачивается и говорит, мама, ты забыла, что ты не на работе? Вот что говорит Клавдия про отношение Наде к работе. На работе я более раздражённо к ней отношусь. То есть, если дома я всегда готова ей 100% своё внимание уделить и там максимально корректно как-то подойти к решению любого вопроса, всегда хочу, чтобы там нигде ничего не задеть, поддержать максимально, то на уроках я могу быть излишне строга с ней. В пять лет Надя очень болезненно реагировала на то, что мама хвалит других учеников. И вот буквально слово скажешь какому-то ученику, то есть, например, я скажу, вот там, Тайсенька, ты хорошо там работаешь, кисточка, что-нибудь такое. И Надя сразу... Ей сразу скажет, что если я похвалила кого-то ученика, значит, я её не люблю. Вот не знаю, почему так. И она очень сильно ревновала к ученикам. И любой урок заканчивался, что она вставала и уходила там в учительскую или что-то такое. О совмещении роли преподавателя и роли матери Клавдия рассказывает так. Возможно, даже где-то больше защищу интересы учеников, чем Надя, хотя, конечно, я в этом моменту очень сильно страдаю. Но вот приходится так, что иногда где-то не могу я на 100% быть одновременной матерью и преподавателем руководителя. История четвёртая. Мама преподавательница по классу фортепиано и её дочь. Саша, 33 года, из Украины. Раньше работала переводчицей. Сейчас домохозяйка. Саша в первом классе пошла в музыкальную школу. Мама работала там, но у неё не преподавала. Однако подтягивала Сашу дома. Это было кошмарно, потому что мне кажется, что она просто всё то, что она иногда хотела бы делать со своими учениками в классе, но никогда не имела возможности так с ними себя вести. Она вела себя так со мной дома. Она на меня кричала, она била меня по рукам. Эти классические, ну точнее, постоянно не тот палец, сколько можно одни и те же ошибки делать, ты что тупая и так далее и тому подобное. И заканчивалось это всё обычно нашей общей истерикой. Как говорит Саша, ей было интересно играть на фортепиано. И мама оправдывала своё поведение тем, что если хочешь играть, нужно играть правильно. Почему я вообще оказалась в таких условиях? Мама играла дома. Мне нравилось, как она играла. Ну, в общем, классический случай, чем занимается родитель, тем хочет заниматься ребёнок. И мотивация была такая, что вот если мне интересно играть на пианино, но при этом я не могу играть на пианино неправильно, значит, мне надо отдать музыкалку, чтобы я играла на нём правильно. Я бы сказала, она вырастила во мне перфекциониста. То есть если не идеально, значит, это рискованно, это страшно, это нельзя. То есть всё должно быть сделано просто по максимуму, насколько возможно. И это повлияло на появление просто кучи страха перед жизнью. Вот это вот постоянный страх наказания за ошибки. Ну и, соответственно, честно, просто желание этого всего избегать, как получается, то есть или делать идеально, или не делать ничего. С преподавательницей в музыкальной школе ей тоже не повезло. Из-за того, что моя преподавательница в музыкалке, в общем, была такой же историчкой, только без рукоприкладства, я всегда считала, что ничего такого особенного тут нет. И вся проблема во мне, я что-то делаю не так. И в один прекрасный день мне дали замену. Это была какая-то старушка Божия Дуванчик, которая со мной говорила, нет, здесь какой палец, здесь, пожалуйста, так, а давай так попробуем. А вот я себя чувствовала совершенно комфортно, и мне нравилось играть. И вот эти две случайности, нормальный преподаватель и совершенно другие впечатления от произведения, они просто мне голову перевернули, и я просто больше не могла ходить в музыкалку вообще. Саша просила, чтобы её забрали из музыкальной школы. Однако мама настаивала на том, чтобы Саша её окончила. Мне кажется, мои родители просто меня не знали вообще. И относились ко мне как, не знаю, к классическому ребёнку, который, как они считают, должен быть. И так было всегда независимо от этого, независимо от пианино. Наверное, если бы мама слушала меня, а не свои представления о том, какая я должна быть, то, наверное, меня забрали бы оттуда раньше. Мама Саши ещё и учительница истории. Поэтому она преподавала у Саши в общеобразовательной школе историю и была её классной руководительницей. Именно мой контакт с ней в классной комнате был намного лучше, чем мой контакт с ней дома. Просто потому что она не могла себе позволить то, чего она могла себе позволить дома. Получается, да. Она просто срывала мне всё, что не могла срывать в каком-то другом месте, да. Но однажды в седьмом классе в школу пришла новая преподавательница, которая посмотрела на ситуацию со стороны и сказала Сашиной маме, что нужно переводить ребёнка в другую школу. Она, не знаю, видимо, была более каким-то заинтересованным в чём-то человеком. Она посмотрела на всю эту ситуацию и сказала ей моей маме, что ты с ребёнком делаешь, забирай её отсюда. Просто потому что, типа, так дальше нельзя. Её что-то сподвигло просто подойти ко мне и спросить, Саша, чего ты хочешь? Хочешь ли ты уйти отсюда? Я сказала, да, пожалуйста, я очень хочу. И просто появилась свобода. Свобода быть не дочкой преподавателя истории, а просто свобода быть мной. Мы задали вопрос педагогу Диме Зицеру про то, практикуется ли где-то намеренное разграничение ролей родителя и учителя на уровне правил учебного заведения. Есть. Слушай, такая практика есть. Но я, кстати, не фанат этой практики, я должен тебе сказать. Такая практика есть. Она есть, между прочим, и на Западе во многих школах. Ну, как мы с тобой знаем, в большинстве школ в мире, исключая, в общем, Россию, да, к сожалению. Очень большая автономия, и это отдаётся на откуп директору. И в этом смысле есть совсем-совсем разные вещи. Отвечая на вопрос, почему смешение родительской и учительской роли – это проблема, Дима говорит, что конфликт лежит в плоскости моделей поведения, которая выстроена советским и постсоветским прошлым. Но для меня, видишь, есть вопросы про учителей-то, зачем им эта история давления и статуса, потому что это чертовски мешает дел. И ты знаешь, вот мы сейчас с тобой разговариваем, и мне что-то кажется, что мы с тобой говорим не о зависимости родительских и учительских отношений с детьми, а мы говорим опять о российской и постсоветской системе образования. Ещё раз я, как всегда, оговариваюсь, естественно, я не говорю обо всех учителях и обо всех школах. Но она устроена дико, дико учитель – это статус. А если учитель – это статус, то пошло-поехало. Значит, если я живу, особенно по молодости лет, в модели, когда я наблюдаю, ну, я уже сказал, что, человека, которому для того, чтобы возникнуть, ну, говоря психологическим языком, нужен кто-то рядом, кого я унижу. Я эту модель воспринимаю очень-очень быстро, из неё выйти очень трудно. То есть, грубо говоря, я вырастаю таким же. Слушай, почему современное поколение, но я с изумлением и ужасом это наблюдаю, тащит на себе всё то дерьмо, которое было 50 лет назад. Почему орут на детей? Почему могут унижать? Почему ребёнок не считается человеком, по большому счёту? Из-за моделей. Система координат довольно сильно изменилась в мире. И можно было бы уже кое-что осознать. Отвечая на вопрос, что с этим делать, Дима говорит о том, что в первую очередь важно сформулировать для себя, что есть родительские отношения, а что педагогические. Как выстраивать человеческие отношения? Ну, для начала надо дать определение человеческим отношениям родительским, потом учительским. Это звучит банально, но на деле, рискну сказать, это совсем-совсем не банально. Прямо написать сочинение на листочке бумаги. Что это значит? Чего я хочу? А дальше вы увидите противоречия. Неминуемо. Все увидят, и я увидел бы. И увидел. И дальше нужно понимать, насколько с этими противоречиями я умею, хочу и могу взаимодействовать. Ну, в образовательных историях практически всегда есть выход. Может, он неудобный, но он есть практически всегда. И в этом смысле это прямой ответ на твой вопрос. Не будет статусности в этой профессии, не будет проблем. Дим, совсем? Ну, совсем технические какие-то будут, наверное. Ну, могут быть какие-то обидки, как с любым ребенком, и с любым учителем, и так далее. Ну, вот и все. Но важно, важно то, что ты проговорила. Важно. Во всех твоих примерах, во всех до одного, обрати внимание, статусность была и в школе, и дома. И в двух примерах ты оговорила, что дома родители были в той или иной мере, ну, вот статусно-токсичные, не знаю, можно ли это назвать. Ну, а потом, оказывается, они и учителя были такие же. Ну, бывает? Понятно. Закономерно. Напоследок, Дима рассказал нам историю про то, как однажды сам был учителем для своей дочери. Моя дочь, когда она была, по-моему, в первом классе, а может быть, во втором, ну, неважно. Что-то я у них там проводил, значит, проводил, и как-то все было весело и так далее, и так далее. И вот она приходит вечером домой и говорит мне, слушай, у нас сегодня в школе такое было, я готовлюсь слушать, думаю, что там такое было. И она говорит, представляешь, вот мы в классе, значит, к нам пришли, и нам сказали такое, такое, такое. Я говорю, подожди, так это же я был. Я был этим человеком, который нам сказали. Она говорит, да подожди, дай мне рассказать. И я, в общем, поставил себе такую, знаешь, галочку положительную какую-то в этот момент, что, значит, получилось, если у нее в сознании даже, значит, это каким-то образом, не знаю, разделено или не разделено, или странным образом соединено. И если она говорит, пап, не лишай меня удовольствия обычного нормального ребенка рассказать родителям о том, что происходило в школе, даже если ты это знаешь. Ну вот, слушай, ну нету здесь никакого противоречия. Еще раз, конечно, надо говорить, я второй раз назовусь Африком, вы имеете дело сейчас с человеком, который вообще не понимает, зачем в этой профессии нужна статусность. Я согласна с Димой, что проблема смешения ролей это не проблема. Все зависит от человека и от того, зачем он пришел в профессию учителя и преподавателя. Если у него беда с саморегуляцией, он использует свое положение, чтобы чувствовать себя психологически лучше, самоутверждая за счет детей, то неважно, родитель он, учитель и так далее. Он все равно будет обижать более маленьких и слабых. С вами был подкаст «Не надо». Спасибо, что дослушали до конца. Если вы хотите узнать больше историй про то, как работает смешение ролей преподавателя и родителя, читайте текст на нашем сайте. Ссылку мы оставим в описании. А если вам нравится то, что мы делаем, расскажите, пожалуйста, про нас в своих соцсетях. И поставьте лайк на платформе, где вы слушаете этот подкаст. А еще подпишитесь на нас, так вы сможете не пропускать новые эпизоды. Кстати, в следующем мы поговорим про секс-просвет, чем он является и чем не является, и почему его не надо бояться. С вами была Тася Шеремет. Над этим выпуском также работали звукорежиссер Денис Никулин и продюсер Надежда Юрова. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok